Итоги уходящей среды подводят наши корреспонденты. Я Николай Силков. Смотрите сейчас. Фейк-ньюс по Бобруйске. В интернете появляются сообщения о забастовках на госпредприятиях. Люди настроены доброжелательно. Загружены в полную смену. Работаем в полную силу. Один простой. Чреват потерей репутации, которая завоевывалась годами. Как работают в городске профгиганты. Опасность для здоровья. Санстанция вывела в магазине на Горького некачественную халу. Несоответствие по содержанию кадмия. Кто показали лабораторные исследования и кто производит ликвид. Настольный теннис, пионербол, футбол. В мечте пришла спартакиада. Победу одержать хочется всем. Как это было. А также новые талончики, авария на перекрестке и холодный привет. Город накрыл осенняя погода, когда вернется лето. Сообщение о том, что работа отдельных организаций цехов временно приостановлена, появляются в сети. Вчера мы рассказывали про Белшину, где журналисты смогли лично убедиться, как трудятся на предприятии. Сегодня покажем, как работают другие промгиганты, о чем говорят работники. Их руками выпускается продукция, которая необходима не только в нашей стране, но и за рубежом. Славянка, 12 августа. Работа на предприятии кипит полным ходом. В прежний режим цеха перешли еще в июне. Теперь здесь шьют только одежду. Львиная доля уходит на создание школьной коллекции. Времени останавливать производство просто-напросто нет, уверяют рабочие. Да и незачем. Мы загружены в полную смену, работаем в полную силу. Работы обеспечены, потому что нам надо обеспечивать свою семью, своих детей кормить. Во втором цеху сейчас работают над пошивом осенней коллекции по заказу из Финляндии. Модели отшивают от 70 единиц и до 500. В августе здесь планируют завершить заказ и приступить к созданию кожаных курток для внутреннего рынка. Программа на осень у нас уже выработана и основным партнером для нас, конечно, является Россия. Но все заказы очень сложные. Необходима качественная работа и своевременные поставки. Корректировки в работу Таима внесла пандемия. Только в этом случае ситуация сыграла в плюс. Закрытие мировых рынков открыло больше возможностей для поставки бобруйских деталей в Россию. Портфель заказов вырос аж на 10%. Наше предприятие обеспечено 100% работой. И сбоев в работе нет. Работа в штатном режиме. Даже на некоторых участках приходится людей просить на сверхурочные работы, потому что где-то что-то не успеваем. А так, чтобы где-то простаивать, нет, такого не было. На заводе сегодня трудятся 950 человек. Объемы производства большие, работы хватает всем. Руководство Таима заверяет, с такими темпами к концу 2020-го средняя зарплата рабочего достигнет заветной тысячи. Народ понимает, что даже один простой чреват потерей репутации, которая завоевывалась годами. Потерять ее можно в одну секунду. И поэтому, как видите, по производству люди работают. Ну, атмосфера хорошая, я бы сказал. Мясокомбинат тем временем осваивает новые рынки сбыта. Сертификация скоро появится на поставке товара в Китай. Сейчас готовая продукция отгружается по Беларуси и России. В мясожировом цеху, аналогов которому нет во всей стране, работы много. От приемки скота до готовых полутушек на конвейере. Здесь разделывают говядину, свинину и баранину. Люди настроены доброжелательно, все на своих рабочих местах. Если бы людей не было, мы бы не смогли собрать конвейер. Конвейер бы остановился. Сто процентная загрузка каждый день. Не пустуют и другие цеха комбината. Рабочие трудятся в три смены. Готовят колбасу, пакуют сосиски. Каждый стремится выполнить план – получить надбавку к зарплате. Никаких забастовок у нас не планируется. Нам надо кормить город, кормить район. Поэтому все у нас в рабочем режиме. За забастовки провокаторы выдают и встречу руководства предприятий с коллективом. Рабочее совещание по итогам семи месяцев прошло и на Бобруйско-Громаше. Никаких громких лозунгов и призыва к простою. Надежда Лазаревич поблагодарила людей за работу и рассказала о перспективах. Анонсировал руководитель также и премию по итогам работы за июль. Приход нового руководителя, Надежды Анатольевны Лазаревич, вдохнул новую жизнь в наш завод. У нас появилась стабильная работа. Мы постоянно ощущаем повышение заработной платы. У нас на складах не стоит неотгруженная продукция. Вроде как и в коллективе такого, чтобы там шумиха была или там какое-то волнение. Я бы не сказал, все занимаются своим делом. Нам просто некогда, постоянно в работе. Экономика страны зависит от каждого в отдельности. Предприятия Беларуси преодолевают последствия мирового кризиса из-за пандемии и закрытых границ. Наверстать объемы производства сейчас цель номер один. А терять время и останавливать станки – это значит терять свои зарплаты. Мария Бересневич, Максим Галеонко, Бобруйск, 360. Опасные сладости. В одном из городских магазинов продавали некачественную халву. Как неликвид оказался на прилавках и что сделали с товаром, знает Анастасия Шевцова. В торговом зале целый отдел с лакомствами – шоколад, конфеты, печенье, вафли. Халва занимает небольшую часть прилавка. Именно здесь специалисты Центра гигиены обнаружили, как позже выяснилось, опасную для здоровья сладость. Инспекторы Центра гигиены и эпидемиологии пришли в магазин Огурького с плановой проверкой. Взяли на исследование несколько товаров, в том числе халву «Принцов Персия». Лаборанты обнаружили в образце превышение высокотоксичного металла. По результатам лабораторных исследований было выявлено несоответствие по содержанию кадмия в контрольном образце. При фактическом значении 0,12, а при нормативе 0,1. При употреблении в пищу такой продукт может вызвать серьезное отравление, но лишь в больших количествах, отметили эксперты. Предписание об изъятии из обращения неликвида не выносилось. Партию к моменту готовности результатов исследования убрали с полок. В данный момент она, конечно, не реализуется в нашей торговой точке. Продают другую с арахисом в шоколаде, российскую и отечественную. Халву «Принцов Персия» выпускают в России, на фабрике в Барнауле. Специалисты Бобруйского центра гигиены проинформировали импортера о некачественном продукте. Анастасия Шевцова, Дмитрий Шевцов, Бобруйск, 360. Авария на пересечении Ульяновска и Гагарина столкнулись две легковушки. От удара машины отлетели на несколько метров у обоих авто, а отвалились бамперы. Известно, что на месте происшествия работали сотрудники ГАИ. Информации о состоянии водителей нет. Стали очевидцем происшествия? Бьетесь на решение наболевшей проблемы? Есть эксклюзив. Корреспонденты Бобруйск, 360, готовы выехать на месте событий прямо сейчас. Телефон горячей линии на ваших экранах. В стране выздоровели выписанные из больниц без малого 66 тысяч пациентов, которые успешно побороли коронавирус. С начала пандемии зарегистрировано 69 102 человека с положительным тестом на COVID-19. Проведено 1 384 026 тестов. Эти данные приводит Минздрав. Десятки больниц по всей стране, которые ранее были отведены под борьбу с COVID-19, вновь принимают профильных пациентов. Среди таких учреждений Республиканский центр реабилитации в Оксаковщине. С 1 апреля клинику перепрофилировали. За 4 месяца больница приняла свыше 2,5 тысяч коронавирусных пациентов. Сегодня медучреждение полностью чисто и работает в привычном режиме. Здесь поправляют здоровье после инсульта и инфаркта. Самое главное – это здоровье наших граждан. Поэтому эта ситуация очень позволила нам и обновить знания, и приобрести новые знания, которые в дальнейшем, я считаю, будут очень важны в лечении пациентов. Подготовка к школе, запрет на пиротехнику и перерасчет обонплаты. Минсвязи рекомендовала мобильным операторам пойти навстречу клиентам. Громкие заголовки дня далее в специальном обзоре. В новом учебном году в стране планируют открыть три школы. С 1 сентября заработают 2 990 учреждений среднего образования и 189 специального. К занятиям приступят 1 миллион 55 тысяч учащихся. В первый класс пойдут 114 тысяч детей. В Беларуси вводится запрет на торговлю пиротехникой, как оптовую, так и розничную. Мера предусмотрена постановлением Совмина. Как сообщается, в последнее время участники протестов использовали салюты при столкновении с силовиками. Сегодня заработал интернет. С утра доступ практически полностью восстановлен. В зависимости от провайдера и месторасположения пользователей, некоторые ограничения могут сохраняться непродолжительное время. Мессенджеры и социальные сети открываются без сбоев. Министерство связи и информатизации рекомендовало мобильным операторам рассмотреть возможность перерасчета абонентской платы. Ведомства отметили, доступ к интернету был ограничен с 9 по 11 августа. Уполномоченные структуры провели аварийные восстановительные работы. Принятые меры позволили практически полностью восстановить доступ к сервисам и ресурсам глобальной сети. Белорусские команды отправляются в международные армейские игры. Участники конкурса «Танковый биатлон» едут из Мочулич в российское Алабино. Экипажи будут выступать на Т-72Б3. Поучаствуют в 22 конкурсах. «Синекая» примет у себя три этапа. Уверенный прием, снайперский рубеж и полярная звезда. Игры стартуют 23 августа. Новый цвет и перфорированная полоса в бобруйских автобусах появились в китке с обновленным дизайном. Талоны сменили красный цвет шрифта на синий. Информацию отпечатали на белорусском языке. Дизайном предусмотрена перфорированная полоса. Теперь фискальный документ отрывается аккуратно. Больше месяца назад идентичные проездные появились в Могилеве. Напомним, в мае в общественном транспорте Бобруйска появилась возможность бесконтактной оплаты проезда. Чтобы пользоваться системой, надо скачать приложение на смартфон и привязать к электронному кошельку. В автобусах и троллейбусах достаточно поднести камеру к наклейке с QR-кодом. Выбрать нужное количество билетов и оплатить. Быстрее, выше, сильнее. Олимпийский лозунг сегодня звучал в лагере мечта. Воспитанники участвовали в спартакиаде. Лучших определяли в трех дисциплинах. Настольный теннис, пионербол и футбол. За ходом спортивных баталий следил Максим Кембель. Концертные номера, перекличка и пожелание. Пусть победит сильнейшая. В мечте стартовала спартакиада. Первый в программе пенербол. На площадку вышли по пять представителей от каждого отряда. Девушкам по 14-15 лет. Соревнования в разгаре. Атмосфера накаляется, трибуны не смолкают. Команды сражаются за символические призы, грамоты и сладости. Самыми богатыми на эмоции события стали футбольные матчи. Пять команд по девять человек определяли победителя. Игры проходили по круговой системе. На самом деле спортивные мероприятия у нас ребята посещают с великим удовольствием. Потому что все-таки победу одержать хочется всем. Поэтому ребята с удовольствием идут на все возможные конкурсы, спортивные мероприятия. Группы поддержки проявили и смекалку. Смастерили маракасы, засунули в бутылки шишки. Получила и громко оригинально. Хочли и традиционные кричалки. Тут очень весело. Я всегда завожу себе очень много друзей. Кагири нравятся. На первый раз здесь нахожусь. В этом году была на второй смене. Мне очень понравилось. Приехала на третью. Нашла очень много друзей. В заключительной смене в мечте отдыхает более полутысячи детей. Точь в тощ чемпионат по спортивным дисциплинам. Визит, кого мы ищем таланты. Только часть из большого списка мероприятий. Завершится отдых 23 августа. Максим Кембель, Дмитрий Шевцов, Бобруйск, 360. Словно осень на дворе, пасмурно и ветрено было сегодня в Бобруйске. Город накрыла климатическая хондра. Днем столбики термометра показывали всего-то 18 с плюсом. Надолго ли тренд Анастасия Похлестова? Завтра в Бобруйске будет прохладно. Подует умеренный северный ветер. Ночью воздух остынет до плюс 14 градусов. Днем столбик термометра покажет до плюс 24. Тенденция сохранится до конца недели. Завтра небо снова затянут облака. Синоптики сообщают, что ожидаются дожди. До сих пор действует запрет на посещение лесов в Бобруйском районе. В России не утихают лесные пожары. Режим телезвычайной ситуации вели в шести регионах. Искусственные дожди помогли потушить почти 40 тысяч гектаров Якутии. Дым от горящей тайги идет в Иркутскую область. За последние сутки 39 городов в регионе накрыло смогом. С огнем борются более 2000 человек. На Чукотке все возгорания удалось потушить. У побережья Маврикия развернулась масштабная операция по очистке вод от огромного нефтяного пятна. Оно настолько велико, что заметно даже со спутников. Разлив нефтепродуктов представляет серьезную угрозу коралловым рифам, морским обитателям, птицам и животным, уверяют эксперты. Причиной утечки стала пробоина в грузовом судне. На борту было около 4000 тонн горючего. Завтра в Бобруйске будет пасмурно и все же дождей не передают. Ветер северный со скоростью 3,5 метров в секунду. Днем воздух прогреется до плюс 19. Ночью столбик термометра опустится до 14 выше нуля. Анастасия Пахлестова, Андрей Богдан. Бобруйск, 360. Это все из событий к этой минуте. Сразу после нас сирена, громкие ЧП за неделю, страшная правда и жизнь города. Следите за новостями в интернете и в соцсетях. Мы в эфире каждый будний вечер. Счастливо! Субтитры подогнал «Симон»!